Я хочу сейчас, через пару минут, пригласить сюда проповедовать Реа Геннона. И я просто хочу в двух словах рассказать, кто он и что он. Если есть кто-то в мессианском движении современном, то есть евреи, которые исполняют заповеди Торы и верят в Новый Завет, и назвать людей, которые являлись основателями этого движения, то Рей один из них. То есть вот, кого вот действительно, вот лично я уважаю, это вот эта пара Рей и Хана. И многие здесь знают Эйтана, да? Эйтан уверовал, когда он был хиппи, и они там марихуану курили, и им Господь открылся, и они пришли к вере. Так, пока они еще остывали от марихуаны, Рей уже был руководителем мессианской общины. То есть они у него учились все. Просто я вам даю. Более всего, вот в этом году мы будем с Ниной женаты 21 год. И я познакомился с ней, когда она училась в учебном заведении, которое Рей Геннон начал в Тель-Авиве, King of Kings, или Мелахом Нахим, Михлала, Мишихит, Лемикра. Это был библейский, теннахический институт, который Рей Геннон обосновал. То есть я думаю, что в мессианском движении Он один из самых грамотных людей. И я очень надеюсь, что вы будете внимательны к тому, что Он хочет нам сказать. И Баймет, 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 я хочу сказать, что просто очень специфические и благословенные люди. Давайте мы их похлопаем и попросим. Доброе утро всем вам. Я счастлив быть с вами сегодня. И я очень буду рад познакомиться с многими из вас. Потому что вашего руководителя и его жену я знаю много. Мы встретились со мной в смысле очень быстро, как я сделал Алию. И его муж, Нина, была его студенткой. И я рад видеть его и его семью. И я здесь ночевал с женой. Мы здесь ночевали в гестхаусе. И здесь друзья из Германии. Мы познакомились со всеми. Но, unfortunately, мы только двое, которые не говорим на немецком. Все остальные там в гестхаусе говорили. Очень приятно, чтобы мы поделились с гестхаусом с ним. Мы поделились с гестхаусом. Да, я согласен. Хорошо, спасибо. Сегодня я не рассказал, что я говорю. Да, ты должен делать, что ты хочешь. Он говорит, что я не говорил тебе, откуда я хочу проповедовать сегодня. Сегодня я буду проповедовать из Матфея 5 глава 17 стих. Видите, что бывает, когда они разговаривают. И он подготовил текст на недельное чтение Нового Завета сегодняшнего. Very good. It's according to our new style. Yes, yes. The spirit of God. Amen. So, I'll read the verse again. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. And skipping down to verse 20. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Now, we know that historically, Christian theologians have suggested that Yeshua was against the Torah. И многие христианские теологи, современные теологи и несовременные, говорили, что Yeshua был против Торы, против закона. And they often want to quote Paul's writings to suggest that Paul was against the Torah. И когда они также поясняли писание апостола Павла, раба Шауля, они объявляли, что он также писал против Торы. For example, in Romans chapter 10, verse 4, в Римлянам, в 10 главе, в 4 стихе, можно высвечивать? It says that for Messiah is the end of the law for righteousness to everyone who believes. И написано в русском языке, что... Okay, I should take text. Yes, please. Second. Romans 10, verse 4. Romans 10, verse 4, yes. В русском переводе написано, потому что конец закона Машиах, к праведности всякого верующего. And Galatians chapter 2, verse 21. И в Галатах во второй главе, в 21 стихе. For I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the Torah, then Машиах died for no purpose. 2, verse 21. And Galatians 3, verse 24. И в Галатах, в 3 главе, в 24 стихе, говорится нечто подобное. So then the Torah was our guardian until Mashiach came, in order that we might be justified by faith. Итак, Torah, она где-то водитель к Мессии, то есть она проводник к Мессии, чтобы нам оправдаться верой. And Galatians 5, verse 4. И в 5 главе, в 4 стихе, говорит следующее слово. For you are severed from Mashiach, you who would be justified by the Torah have fallen away from grace. Как некоторые понимают эти слова, если напрямую читают, здесь написано, вы оправдывающиеся законом или Торой остались без Машиаха, отпали от благодати. So classical Christian thinking is a bit sort of negative towards Torah. То есть если мы следуем классическим христианским толкованием на данные тексты, как будто все направлено против Торы, против этой книги. And it undoubtedly has been a misreading of Paul's writings. We see that Yeshua himself has a very positive attitude towards the Torah. He says, I've not come to destroy the law or the prophets, but to fulfill them. Я пришел не отвергнуть, не изменить, не нарушить, но исполнить. So we have to believe that the Mashiach and the Apostle Paul are in agreement. So somehow the understanding of Paul and the understanding of Torah has been open to abuse over the years. Now when we speak of the law of God, we might ask ourselves the question, how old was God when he gave Israel the Torah? How old was God? How old was God when he gave Israel the Torah? Мы приходим к такому странному вопросу. Сколько лет, насколько стар был Творец, когда он Израилю преподнес Тору? How old was God? Ну, God has no beginning and he has no end. Писание говорит, у Бога нет ни начала, ни конца. He is the eternal one. И написано, что он вечно сущий. He always was, he always will be. И он написано, всегда был и всегда будет. And God has always had the same character, the same nature. И у Бога всегда был тот же характер или та же самая неизменная природа. Он не изменяется. And his nature, his character, is the law that God abides by, that he lives by. И его характер, его природа, это то, как Бог живет, как существует. Это есть вечная неизменная константа. So, if God is eternal, how old is his law? Тогда мы и спросим, если Бог вечен и не имеет конца, сколько же лет есть его законом, по которым все существует? Obviously, his law is also eternal. Я думаю, что логично предположить, что если он не имеющий конца, то и уставы, законы, которые от него исходят, они также бесконечны и вечны. Но насколько и что захватывают Божьи законы? Ученые говорят нам, что в Млечном пути, все знают, что такое Млечный путь на астрономическом небе, там находятся миллиарды звезд. Миллиарды звезд, я имею в виду, миллиарды звезд. И scientists tell us, что там есть миллиарды звезд и целых вселенных. This is a very, very large space. Now, God tells us, the word of God tells us, that God has a name for every star. Но Писание говорит нам, что у Бога есть имена и названия, Писание всех этих миллиардов. He calls all the stars by name. Писание говорит, каждую звезду, каждую единицу во вселенной называет по имени. And He holds all of nature together by the word of His power. И все вот это вот, беспредельное, содержится в единстве с силою Его слова. Так написано. God has dominion over all of the universes. И Он является тем, кто руководит и направляет все эти миры. И поскольку Он является вечным Творцом и вечным Господином всего, вечный закон, который исходит от Него, вечная Тура, руководит всеми этими процессами во всем этом вечном и беспредельном мире. It's an intergalactic law. Это межгалактические законы. Это не только что здесь, вот на книге написано. Это объявляет всю вселенную, даже конца которой мы провидеть не можем. Now when the children of Israel came out of Egypt, Когда сыны Израиля вышли из Египта, They had been in slavery for 400 years. Они были в рабстве около 400 лет. They had no infrastructure. И они были народом поселенцев. У них не было своего внутреннего закона и структуры. They had no political system as to how they should be governed. У них не было правительство, которое бы объединяло и руководило этими племенами. They didn't know how to go about establishing a new nation. Они не знали, каким образом с этих 12 разрозненных колен Сорганизовать один универсальный народ. They would be vulnerable to all kinds of abuses and potentially destroyable. И они могли бы подпасть под влияние различных влияний, Которые могли бы даже разрушить этот народ как устройство. И Писание говорит, что из-за своей великой любви к своему народу Израилю, He gives His people a Torah. Написано, Бог дал своему народу Тору уставы и законы. И когда Он дал своему народу Тору уставы, Он говорит, что если вы будете жить вот этими уставами и законами, То вы будете в защите, в благословении. So He says, this is how you are to relate to one another. И эти законы, они пояснили, как взаимоотноситься людям один с другим. These are proper marriages. These are improper marriages. Там были описаны правильные браки, неправильные браки. This is how you are to treat the land for agricultural purposes. Там были пояснения, как возделывать землю, чтобы она была плодородной, И что нельзя делать, чтобы не загубить ее. Here are the tools you need to establish proper borders between landholders. И здесь вам нужно установить такие законопроекты, Чтобы территория частная не нарушалась от одного к другому. This is how you are to avoid diseases. И там была сказана в Торе, как заниматься болезнями, Когда человек вдруг заболел, Каким образом помочь ему выздороветь, и чтобы другие не заразились. These are the foods you are to eat, so you will be healthy, And the foods that you must not eat, because they make you sick. И Писание показывает, что Бог из-за любви своей к Израилю предлагает, Вот эту еду ешьте, чтобы быть здоровыми и развиваться. А эту нет, потому что она даст вам много заразы. These are the laws that you need to engage in commerce with one another. И когда вы общаетесь друг с другом, и имеете какие-то взаимоотношения, То Тора предписывает тем или другим образом, Вы должны быть в связи друг с другом. И там даже есть понятие, каким образом вы, как народ, должны сорганизовать армию, Чтобы защитить свои границы от врагов. Мы читаем в Писании, что Бог дает Тору, устав, народу своему Израилю. Чтобы вот эта вновь образовавшаяся нация после исхода из Египта Имела внутри себя четко записанную структуру, Как бы они могли администрировать свою жизнь. Понятно это, да? Поэтому, если быть правильно понимать то, что нам там в Писании дано, То Ра, это конституция, закон, который творцом предложен еврейскому народу, еврейскому государству. И написано в Писании, если ты будешь исполнять эти законы, То есть правильно к ним соотноситься, то будешь благословенным на земле. You will have peace, you will have security. У тебя будет защита и мир с другими. You will have abundance. У тебя будет благословение и поддержка. Your economy will be good. Твоя экономика будет процветать. You will be preserved from plagues. И вы будете защищены от всяких паразитов. You'll have all the food you need. Вся еда, которую вы нуждаетесь, она будет у вас с избытком. Суть Туры, вот исполняйте мною с небес, Бог говорит, данной вам конституцией, и вам будет хорошо от всего этого. И ваша нация, она будет существовать в вечности. Итак, конституция израильского народа по Писанию была основана на тех бесконечных, вечных концепциях, которые исходят от него. Но закон, мы должны также понимать, который через Моисея был даден народу израильскому. Это по сути краткая выжимка, фотография. Это как бы вот я вас фотографирую сейчас, и фотография не передает всей сути вас. Это как бы плоское изображение того объемного закона. И как фотография может показать все ваши лица, но не покажет ваши характеры, ваши переживания, вашу суть. Это минимальное, что нужно было довести до ведения. Потому что вышедшие из Египта, еще свежие от рабства люди со сломанной психикой и психологией и уставами нужны что-то в чем-то необходимом прямо сейчас. Они должны были получить что-то самое простое, чтобы развивать свою новую народную инфраструктуру, не зная еще ничего. И Бог дает им как бы печатку, фотокарточку того объемного закона, который существовал с Богом вечно. Но его закон бесконечен и вечен. Его закон бесконечен и вечен. Это нечто объединяющее всю не только физическую, но и духовную вселенную. Его закон объединяет миры миров. В определенной мере закон, отображающий его природу, отображает его самого во всей полноте. То есть то, что Бог дает Израилю от Берешита, от бытия, до второзакония, до конца второзакония. Пять книг Моисея. Это на самом-то деле, как бы вкусить, прикоснуться, чтобы почувствовать начало всего вот этого универсального Божьего закона. И естественно, вот эта вот фотокарточка, которая нам предложена в священных писаниях, это, как я уже много раз сейчас повторил, это только попробовать чего-то громадного. Но это было только начало. Это было только начало. Это было только начало с обещанием того, что познание и глубина народа будут раскрываться со временем. Now, it's important, when we look at the Torah, talking about the writings of Moses, that Paul has a very positive attitude towards. Апостол Павел, или Рав Шауль, он имел крайне позитивное отношение ко всему этому, не так, как оно выражено словами Галат. And Yeshua, obviously, has a very positive attitude. But I haven't come to destroy the Torah or the prophets. I've come to fulfill them. But in the writings of Moses itself, there's absolutely no discussion of personal salvation. There's no concept in Torah of life after death. There's no discussion of heaven and hell. Really, the Torah doesn't deal with eternal salvation. It has the constitution and bylaws for the Jewish state. So that Israel will have some concept of what God wants. And they will understand how to live and move and have their being and perpetuate the nation. Чтобы правильно вести себя и чтобы правильное лицо иметь перед всеми остальными народами. But in the Torah itself, there's nothing about personal salvation. Но то, что мы знаем как личное спасение, твое личное, персональное избавление от смерти, то уже про это не говорит ничего. Now, we believe in personal salvation. Мы, мы, в своем большинстве мы верим в то, что мы спасаемся. We understand that the scriptures do teach about heaven and hell. И мы верим в дальнейшие тексты священного писания, которые подробно описывают ситуацию, рай, ад, и как избавиться от наказания. And we know that there is life after death. И мы знаем, что существует жизнь после смерти. And that there's a judgment and a reward and punishment. И мы знаем, что есть суд вечный, который постигает грешников. И мы знаем, что есть оправдание тем, кто спасается и оправдывается для вечной жизни. But this is revelation from God that came later. Но если мы правильно читаем священное писание, мы видим, что откровения рая и ады, избавления, спасения и прощения, они пришли после дарования Торы. Много после. This is in the prophets. Уже пророки начали на эту тему разговаривать. И когда пришел еще, и был потом записан Новый Завет, там стала оформляться теология личного спасения. Но ни в коем случае это не атакует сам закон и Тору. So, Тора really is not related to salvation. So, when Paul the Apostle is going out and he's evangelizing, и когда апостол Павел выходит за пределы Израиля и начинает благовествовать язычникам, and he's spreading the good news of Yeshua, и он говорит о том благом послании, которое принес Бог в это новое время через Yeshua HaMashiach. And he's calling people to Abrahamic faith, и он призывает людей присоединиться к то, что называется арамическая религия, то есть религия, которая исходит от Авраама, что мы становимся детьми Авраама. Faith and trust in the Jewish Messiah Yeshua. Чтобы мы, чтобы язычники, уверовали подобно Иудеям, в Тору и в то, что Бог предложил евреям, имеется в виду Бог один, Бог Авраама и Сака Якова. So people can be born again by the Spirit of God. They can have their sins forgiven. They can receive the gift of eternal life. They can become part of the family of God. All these things come to them through their faith in Yeshua. Все эти вещи могут людьми получаться через их веру в Yeshua. But some of the early Jewish believers from Jerusalem came to places like Galatia. Но были в первом веке, втором веке, люди, которые приходили из Иерусалима, и они были тоже верующими, но они были так называемыми ортодоксами. And they went to people that had been responsive to Paul's evangelistic proclamation. И они приходили к людям и говорили, вот апостол Павел здесь учит, что можно спастись через заслуги праведника Иешуа. And they said, yeah, that's all very wonderful, you believe in Yeshua. И они говорили, это отлично, все хорошо, продолжайте веровать в то, что Иешуа совершил для вас, искупив вас от греха. And you were born again, and your sins are forgiven. And you're filled with the Spirit. But what really matters, if you're really going to have salvation, then you have to abide by the Torah of Moses. You must accept the constitution and bylaws of the state of Israel. It's not enough to just believe in Yeshua. And they говорили этим людям, грекам, это недостаточно для вас только веровать в Иешуа. You must take on the same loyalties as the citizen of the state of Israel. But Paul asked basically the simple question. When did keeping the law save even one Jew? Он говорит, разве соблюдение закона спасало хотя бы одного еврея? Он говорит, где записано, что исполнение Туры спасало хотя бы одного еврея? No Jewish person has ever been kept by keeping the Torah. Why do you think Gentiles need to keep the Torah to be saved? Salvation has always been by faith. И Павел говорит, всегда и в древние дни, в дни Моисея и сегодня избавление, спасение достигается только одним актом. The Torah should be honored. The Torah should be studied. Она должна изучаться и пониматься. And we should look to God to guide us and interpret it and apply the Torah to our lives. but it's not the agency of salvation. But it's not the agency of salvation. Yeshua himself is the only agent of salvation. Now, really, what God wants from all of us is a total conformity to who he is. total transformation to reflect his likeness. God wants us to be holy like he is holy. But to be like him our lives must conform not only to the Torah of Moses and 613 laws but our lives need to conform with the whole of God's law. But our lives need to conform with the whole of God's law. And God wants us to which illustrates or demonstrates what he is like. И если мы хотим хотя бы понять приблизиться к тому кто есть Творец. And this is what God wants from us is to be like him. Написано будьте святы какие приблизитесь ко мне. So, the Torah with its 613 laws 613 заповеди и закона is a taste. Это вкусить полноту Божью. It's a sample. Это образец полноты. It's an indicator of greater things. Это индикатор величайшими за ними идущими вещами. And it's consistent with God's intergalactic law. И это просто концентрат чего-то что является божественным универсальным законом. But it's not the whole story. Но это не вся история. God has a greater adaptation in our lives и Бог приводит в нашу жизнь большие изменения через Иешуа. Now, how are we to obtain to this law of God? The intergalactic law of God. Как мы можем приобщиться к этому межгалактическому универсальному Божьему закону который охватывает Вселенную? We are continually corrected in our lives by the Spirit of God. Мы должны как новозаветные верующие признавать что в нашей жизни присутствует Святой Дух который постоянно производит в нас тикун исправляя наши направления. When we become believers the Spirit of God takes up residence within us. Мы должны согласиться с тем что как только мы уверовали и приняли веру Святой Дух Божий Дух начинает жить в наших сердцах. And he becomes our teacher bringing continual correction to us. Continual change in our lives. Now in the heart of every real believer way down deep in the heart of every believer is this desire oh I want to be like Yeshua. That's the desire put there by the Spirit of God. Oh please God help me to be like Yeshua. Помоги мне быть как Yeshua. Это та молитва которая должна исходить из наших уст если мы по-настоящему верующие. And this is the assignment of the Руха Кодеш. И это вот тот настоящий знак что вы запечатлены Святым Духом. He has to transform us or make us into the image of Yeshua. И Он живущий в нас ляг-ляд постепенно изменяет нас чтобы мы во всем уподоблялись Машеху. And Yeshua is the exact image of God. А Yeshua в свою очередь Он тот истинный образ в полноте Господа подображающий. Whereas our father Abraham sinned and brought condemnation upon us. И написано что Он говорит в Сам Ишо говорит Абраам видел день Мой. Его видел этот образ свое время Абраам. Yeshua came as the second Adam to raise a new generation of humanity those who would submit to God and to His law the born again believers and would become that people that are transformed into His image. And so now let's come back to our passage in Matthew chapter 5. Yeshua said not to destroy but to fulfill. So what is He talking about here? Look the Torah of Moses is a good start. Yes? It's a good place to begin for Israel. But this is not the end of what God has for you. because God does not want you only to be a good citizen of the state of Israel. He wants you to be a good citizen of the kingdom of God. and the kingdom of God stretches from one end of the universe to the other. You can't just be like the scribes and the Pharisees. You can't just be limited to the 613 laws of Moses. Because the spirit of God, the spirit of the law has a billion laws. All to bring us into conformity with the nature and the character of God. And so the spirit of God lives in us. And if we say something that is out of character with God's nature, or if we do something that is out of nature, or if we do something that is out of nature, or we even think something inside of nature of God. What happens? The spirit of God brings immediate conviction to us. to us. Yes? 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 So when we go to pray, the spirit of God says, deal with this problem. Ask God's forgiveness. or we come into a worship service and we raise our hands to bless the Lord. Spirit of God says, before you do that, you need to repent from this. The spirit of God, the spirit of the Torah holds us to a higher standard than man could ever imagine. He holds us to a standard of perfection, God's perfection. So we are identified as the righteous ones on the basis of our initial faith. But the spirit of God is working in our lives every day. Transforming us, changing us. More and more into the image of Yeshua himself. And we know that one day we will succeed. because the spirit of God is going to accomplish this. This is his assignment. The scripture says that we shall be like him for we shall see him as he is. Let me close with just a thought. You know, when the temple was destroyed in 70 AD, this in effect brought to closure the establishment of a Jewish nation as a political entity. The Romans destroyed the Jewish state. The Romans burned down and destroyed the temple. there was no more sacrificial system. There was no more functioning priesthood. The people did not control the real estate. There is Israel. So it was finished. So the rabbis came to the conclusion that the Torah as it is written cannot be executed, cannot be performed. Тогда определенные раввины пришли к ложному мнению, которое говорило все, Тора в том состоянии, в котором есть, она не функционирует. I mean, it's impossible. It can't be done anymore, said the rabbis. There is no Jewish state. There is no sacrificial system. There is no temple. It's impossible to live the Torah as it is written. They said it is impossible to live the Torah as it was given to Moses and Genesis through Deuteronomy. Therefore said the rabbis, therefore said the rabbis, we need to create a new Judaism. And then the Torah was established in the Torah. It's no longer possible to do the Torah. It's no longer possible to practice biblical Judaism. So now we have to create a rabbinic Judaism, a Judaism that revolves around the rabbis. And the rabbis can go back to the Torah and they can take a passage and they can allegorize it give it a new kind of application and tell the Jewish world everywhere now you need to abide by what the rabbis say on all these things. And by the fourth century at the time when Christianity became the religion of the Roman Empire the rabbis began to teach the people that the oral law was also given to Moses in Sinai. So this is 400 years after Yeshua. And there's nothing in the Mishnah that supports this idea of the idea of it being given to Moses in Sinai. There's nothing in the Mishnah to suggest that. But they said we want the people to live by rabbinic Judaism and so we'll assign to the rabbis the same authority for the oral law as was given to the written law of Moses. But this was not the case with the messianic Jewish believers in Yeshua. they said we believe in the Torah. Yeshua came to bring the Torah to fulfillment. So we would just not have a sample but we have the fullness of God's law. And they said we have the fullness of God's law. But we have Yeshua which is full of is full of as Holy Spirit filled Jewish believers how can we expect enlightenment from the people who missed the brightest light who ever shined? Wow it's too high English for Oh sorry how we who are spirit filled how can we look for enlightenment from the rabbis? And they said how we have full of Mashiach and what is to go to what they offer to if they missed the one who was God's enlightenment if they missed the brightest light that ever shined how can we put over much confidence in what they say? Now if we're really going to come into conformity with God if we're going to be all that God wants us to be if we're going to be the kind of Jews and the kind of human beings God desires then we need to have the Ruach HaKodesh teach us Yeshua said that he would send the Holy Spirit the Spirit of God would teach us yes we want to be students of the Torah yes we want to be students of the Nevi'im the whole of God's revelation but we will look to the Spirit of God to teach us the Spirit of God has a billion laws he has a trillion laws and he abides within us and he will teach us all things now remember what Paul writes in Romans chapter 8 Romans 8 14 it says for all who are led by the Spirit of God are sons of God hallelujah all who are led by the Spirit of God they are the sons of God and Galatians 5 18 Galatians 5 18 which reads but if you are led by the Spirit you are not under the law if you are led by the Spirit of God you are not limited to the taste of Thara you you were not to abide by simply 613 laws but you are under the authority of the Spirit of God the eternal Spirit of God who will lead you into all truth God's universal truth his eternal truth and transform your life Yeshua said I did not come to destroy the Torah but to bring it to fulfillment all that God wants to accomplish in our lives this is what Yeshua makes possible for us Amen 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 Он профессор Он доктор диалогии и профессор Поэтому он говорит вот так вот круто А на самом деле мне не так просто такой язык переводить Рэй Thank you very much It's super informative Tadaraba Продолжение следует...